Поехали, да? Но это по времени займет где-то до осени двадцать третьего года, да? Нам нужно сделать все обследования, нам нужно сделать транспортную модель, нам нужно убавить всю модель, а где до этого нам нужно сделать, обработать данные сотовых, провести транспортную обследование с тем, что это транспортная модель, наша была более-менее, точнее, не более-менее, а вполне как бы отражалась в сегодняшнем положении. Нам нужно сделать прогнозные расчеты, исходя из прогнозных объемов застройки в пилках и везде, в том числе в Восточном Биле. Вот два темы, как бы построить цепочку из первоначальных задач по развитию дорог, да? Ну и потом, как бы, прорастернуть на ближайшие, там, 20 лет. Вот, поэтому очередность стройки у нас определится где-то, я думаю, к концу двадцать третьего года, не раньше. Только очередность стройки. Сюда добавьте еще разработку проектной документации на ту или иную дорогу, это еще год, да? Итого мы выходим, что у нас какая-то стройка по лучшему дату сети ковиков начнется не раньше, где-то там, 25 лет. Это вот более-менее реальные даты. То есть быстрее и быстро мы не говорим на самом деле. Ваша существующая четырехполосная дорога, она может быть расширена, ну, двухполосная дорога, она может быть расширена, да? Но когда мы рассматривали еще на уровне работы с Кимпланом развития ситуации, да, то есть мы бы закладывали, опять же, модель, не в Кимплан Казани, мы не могли в Кимплан Казани заводить какие-то работы по ковикам, но тем не менее, как бы, в обосновывающий материал закладывали четыре полосы, значит, по вот этой вот центральной дороге, не заезжая в Казань, по краю вот этих яблодевых садов там поворачивали налево и по краешку паркового полигона езжали на зорку, да? То есть в Салмыче у нас, мы не выходили в Салмыче, одна дорога. Затем, когда мы этой дорогой пересекаем коридор с закроводом, то мы поднимаемся, как-то вторая для вас полезная дорога, по факту, заложенный в Кимплан, находящий до Венесенского тракта. Вот. Посмотрим, естественно, дорогу через Богородское на М7, но это не самый лучший вариант, да, для ковиков, потому что, ну, вот такая вот петля, когда вы выходите на М7, разворачиваетесь, заезжаете через Венесенский тракт, вот, перепробер достаточно большой, а наши расчеты показывают, как-то, что как только начнется освоение, так называемой, восточной дуги, там достаточно заложены большие объемы стройки, в том числе и на территории Елудных садов. Вот. Венесенский тракт, извините за слов, он затыкается где-то к 27-му году, да, к 30-му году, он превращается в тот же самый... ...хорую бумадышку. ...хорую бумадышку. То есть, вопрос же не только в том, что строится периферия, да, вы строитесь, значит, все, что по бумадышке-то дальше строится, я имею в виду Царёва, Царёва нынешняя, Царёва-2, которые там предполагаются к стройке и так далее, объемы страктической везде растут, вот, и, как бы, чуда, чуда не будет, да, в любом случае, это, значит, исчерпнет свою проводную способность, и на сто процентов решить, что всех, кто захотел, уехал из Каюков, все, кто не способны уехать в Казань, такого традиции невозможно никогда. Отсюда сегодняшний разговор о том, что давайте думать, что мы можем организовать на территории Каюков, и кто из вас, будучи активным и решительным человеком, готов некое производство организовывать, чтобы себя обеспечить и создать там определенный объем рабочих мест, а в этом, как бы, Министерство экономики и пункт готового помогать, в глядя на какие-то, предлагая, какие-то варианты ненейготного начало таких работ, да, развертанного неких, там, местоположений другого. Вот, по этому можно показать тебе поселок, который вас расположен, который, вот там, где поселок, что-то не расположен. По районам? Да, да. Есть такое? Вы не ставите, конечно, название. По кувикам вы имеете? Да, да, да. Вот. Вот такая название. Вы не ставите, что вы не ставите. Вот, вот. Вот. Нет, нет. На снег пошел. Вот. 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 Я вам же такую ценю. Если на словах скажу, кто поможет? Где? Ну, самая большая застройка. Ну, там, где население больше подсочитается? Самая большая. Вот тут многоквартирные дома, вот это вот. Вот это вот. Жилой комплекс, светлый, как раз тут сам. Вот тут многоквартирные дома — это самая большая плотность населения. Тут индивидуальные дома. И вот тут тоже вырастает город. Дишлек. Дишлек. Добрый. Там тоже будут четырехэтажные многоквартирные дома. Тут тоже вот такое ведро формируется. Пока повозу скажу. В 2000 году, в 20-м году вернее, администрация сделала опрос. Около 600 человек безработных, ну, в деревне. Не понимаю пока математика эта цифра, но в статистике так обозначено. Причем с хорошим таким человеческим капиталом для работы, с опытом работы. Готовы переехать на работу именно в Куйки. В предприятии откроются. В близлежащих деревьях? Нет, это опрос был по Куйкам только. Тогда переехать на нужную, остаться? Да, да, да. То есть они готовы рассматривать в Куйки, если будут рабочие места, релевантные для их компетенции и уровня дохода. Маленький тезис, если позволите, да. Анализировали населенный пункт Тюличи, 68-70 км от Казани. У них, ну, скажем так, транспортный вопрос стоял. Но есть тоже полтора часа езды. Что по пробкам вблизи, да, что по трассе то же самое. Очень высокое плечо маятниковой миграции на Казань было. В 2014 году начался проект промышленного и индустриального парка. Там, могу ошибаться, но порядок цифр примерно такой. Сейчас в парке работает до 300 человек. В основном это производственный профиль. Есть ИТР, есть обслуживающий персонал, есть административно-управленческий персонал. Ну, понятно, что инженера, а руководство, они не Тюличинские. То есть это как раз организаторы были производства там, да. Из этих 300 человек 65% это местное население. Работают в сервисах, в обслуживании, в производстве. Ну, если по масштабам, в производстве, в сервисах и на обслуживании, да. То есть плечо маятниковой миграции меньше. Соответственно, вот одна из первых мыслей, которая возникает, не может ли снять, помимо, не умаляя значения аптек, АЗС, сервисов, магазинов, торговли, социалки, не умаляя значения создания рабочих мест в этой сфере, может быть рассмотреть и какую-то производственную площадку, не знаю, технопарк, индустриальный парк, какой-то оптовый центр. Это вопрос девятый сейчас. Я понимаю, что очень легко там задавать вопросы. Ну, смотрите как. Во-первых, с сетями здесь вопрос гораздо легче решаемый, чем в населенном пункте за 68-70 километров от города. Понимаете, да, пропускная способность сети здесь немножко попроще будет, да. Поэтому и по факту обычно заявляются мега потребности в воде и в электричестве, а потом они подтверждаются всего лишь на 15%. То есть хотелки-то по электроэнергии больших запасов, но на самом деле парку много не надо. К примеру, по тюличам просили 2,5 мегаватта на первую очередь, да, а фактически использовали там, по-моему, 700 киловатт всего. Потом хотели поставить собственную генерацию, сетевая компания испугалась и разрешила подключение 10 мегаватт электроэнергии. И сейчас, по-моему, используется 2,5 всего. Ну, то есть проблема не такая, на самом деле, большая, как кажется, с точки зрения пропускной способности сетей. А если новое построить и так далее, это, на самом деле, можно будет сделать, да. Промышленности не так много надо. Но здесь не хватает нескольких моментов. Первое, действительно, предпринимательский актив, раз. Второе, местное население, которое нетрудоустроено, оно вообще способно и хочет ли работать, это два. И третье, наверное, наиболее интересное, ну, с моей точки зрения, наверное, да, те, кто сейчас маятник или эмигранты, кто в Казань ездит и возвращается. Нельзя ли задать на, может быть, крово-эффордовой платформе, может быть, еще как-то дополнительный вопрос, ну, не влезая в область, что называется, интимную и каких-то там сведений. К примеру, можно задать вопрос так. Готовы ли вы при наличии рабочих мест на территории, не знаю, Бальгородского куликов, ну, какого-то вот такого вот агломерации небольшого, да, не обязательно в куликах, а можно и рядом. Такие проекты, как правило, они межмуниципальные, да, вот, они в конкретном, нет смысла строить парк в каждом населенном пункте. Готовы ли они не ездить в Казань и примерно в какой сфере профессии они трудятся? Я понимаю, что многих, например, в Казани связывает уже, не знаю, коллектив, трудовые отношения, они ни за что не променяют, да, но есть, например, только те, которые ездят по необходимости и с удовольствием поменяют трудовой коллектив. Ну, обычно это, ну, не знаю, рабочая профессия, обслуживающая, да, и так далее. По тюличам, по крайней мере, показало, ну, вот откуда эти сто с лихом почти двести человек, да, взялись. Вот, то есть надо задать такой вопрос, готовы ли они не ездить при наличии места, профессиональный срез. Ну, и... А, самый большой вопрос у меня, на самом деле, который я тоже коллегам адресовал. Полтора года, год назад в Богородском, в соседнем селе, насколько я понимаю, прорабатывался проект строительства какого-то технопарка или индустриального парка, ну, какой-то вот промышленной недвижимости, да, и управляющая компания должна была стать, я так понимаю, основной застройщик, министрой. А консультантом проекта попросили быть химград, имеющих опыт, ну, как бы, девелокнутого какого-то промышленного недвижимости. Я так понял, проект стоит уже год как, а в связи с этим нет смысла, ну, что называется, делать еще один у себя, может быть, узнать перспективы проекта, потому что, ну, один промышленный парк, на несколько зеленых пунктов, он сразу снимет этот вопрос, да, то есть не обязательно строить его в куяках и пытаться совместить зону ИЖС и СНТ с промкой. Ну, пока все, ну, наверное, больше вопросов, да, чем решения дополнительные, доисследования такие. Не хватает все равно информации для принятия. Спасибо. По информации от администрации, на 2020 год из 3000 опрошенных 87% живут, вернее, ездят на работу в Казань, из живучих в куяках, и из них 75% готовы работать в куяках при наличии рабочих мест. Осталось понять профессии, профессиональные средства. Как бы аккуратно спросить? Тоже сделан, ну, мы его точно должны были пересчитывать. В основном это сотрудники из торговли, ремонта и автотранспортных средств, ну, категория такая, 15%, иное – 32%, и следующее – строительство – 10%, образование – тоже 10%. То есть, такой средств есть, но… Строительство – это, видимо, строй-монтаж, да, то есть это работа на подряде в качестве строительного персонала. Ну, мы понимаем, что эти данные нужно будет обновлять и уточнять, особенно в привязке к реальному количеству людей. Потому что это реальное количество людей всю михрестуру надо будет перерасчитывать. Ну, вот первая категория, 15%, она внушает. Мы, честно говоря, это делали в течение 10 дней такой опрос, следы жителей Куйков. Ну, и в смысле, что на тот момент неплохой, 3 тысячи, 3 тысячи человек участия видели. И большинство, во-первых, 96% постоянно, проживая в Куйках, ездят на работу Казань. То есть, ну, как бы подтверждение, подтверждение тех слов, которые были в Куйках уже озвучены только что. И большая часть людей заняты именно в сфере обслуживания, так скажем, в сфере услуг. Это торголи, ремонтов и транспорт. То есть, ну, та сфера услуг, как раз в которых Куйках сейчас в первую очередь развивается вдоль дороги. Потом хотел бы добавить по поводу развития именно рабочих, так скажем, специальностей. Куйках, к сожалению, если говорить за... Слышно? Слышно? Повторите, пожалуйста, вопрос. Сейчас слышно? Мы вас не слышим, барахлит все-таки связь. Это зум, может и видела, глаза зумка. Поставлю. Мы слышали слова, что чего-то у муниципалитета нет. Мы выключили видео, чтобы, может быть, трафик получше будет. Вот сейчас слышно, но явно тормозит. Сейчас лучше. Говорите, говорите. Предлагаем чуть попозже вам включиться, потому что иначе мы не слышим вас. Чуть-чуть попозже, может быть, канал откроется. Хорошо. Тише. Это влияет на качество? Ладно. Продолжу тогда, если позволите. Первая категория, 15%, сервис, торговля, ремонт, слов нет. Это самая такая категория, которую реально можно трудоустроить. И сервисы. Вот иное, видимо, самая сложная категория, потому что это, скорее всего, разношерстная. Это 32%. Стройка, если это подряд, в Тюрючах произошла следующим образом. После... Ну, понятно, что строительная отрасль взбодрила саму уже стадию проектирования индустриального парка и под следующую стройку. Взбодрился сразу рынок местных строительных материалов, местного производства. Ну, в принципе, и угловых было. Вот, кстати, что интересно, здесь, наверное, какой-то протекционизм нужен будет. То есть местные, если там строительные материалы те же самые, они все равно же потребуются. Что для детского садика, что для, не знаю, площадки для асфальтирования, что для промышленности. Ну и, соответственно, сразу, что интересно, потянулись сопутствующие сферы. Открылась несколько точек общепита и открылись гостиницы, потому что началась деловая активность. То есть это и не заглохло это после стадии стройки совсем. То есть они получили более-менее стабильный поток. Вот переманивать монтажников из Казани на период стройки, даже если это будет 2-3 года, а потом, ребята, делайте, что хотите, это, конечно, жесткий вариант. Но с расчетом, что, например, строите, кто строил какие-то объекты, они найдут, допустим, работу уже дальше на их объектах. Строитель, ну, в принципе, может заниматься эксплуатацией, наверное, да, кто возведением. Те же самые электрики, монтажники всегда нужен. В действующем бизнесе необязательно на стадии строительства только как подсобник или прораб. И пока мыслей уходит больше других не так. Спасибо. А есть информация? Кулика? У нас в деревне Кулики живут именно в сектор строителей, представляют выходцы из Азии, да, так скажем. То есть это все из стран СНГ, кто сейчас, да, кто сейчас у нас застраивает это таунхаусы, это вот все двухэтажные там дома, все, что, собственно говоря, земли там выкупили, размежевали у девелопера Ванде, и там застраивают таунхаусы и дома. Вот этот процент как раз и есть вот это население. Не более того. А есть специалисты, я не могу точно утверждать. Они потом еврограммотами заниматься еще будут? Безусловно. Если население найдет в каюках работу, и будет деньги на оплату этого еврограммота, думаю, да. Есть информация, сколько лиц, которые имеют специальную регистрацию именно в каюках, зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, в качестве платежных налогов и профессиональных доходов, сколько юрлиц на таких лиц оформлено. Надо же понять для начала лиц предпринимательский потенциал, потому что, мне так кажется, искусственно завести бизнес невозможно, пока там нет потенциала, нет каких-то преференций для этого бизнеса. Может быть, есть смысл, выяснив лиц, которые имеют этот официальный статус, именно их собрать и предложить, дайте свои предпринимательские идеи. Вы здесь живете, вам предлагаем дать ваши идеи, а мы, по-моему, смотрим, какие-нибудь преференции для вас создадим. Потому что пока не будет никаких преференций, такой смысл, куда сходить. Вся земля в частной собственности находится, у него свое назначение, чтобы там какое-то фермерское хозяйство должно начать, нам нет назначения земли, там, чтобы реально заниматься бизнесом, там проблем выше тележки. Поэтому нужны лица, которые официально себя уже позиционируют предпринимателем, собрать это сообщество. Или хотят не стать? Ну, кто хотят, понять сложно, кто хочет. А кто есть, уже вся база есть. Место регистрации, она же у нас уже вся эта информация есть. Я так понимаю, какие социальные группы существуют, попытаться собрать именно предпринимателей куяков. Они же где-то ведут свою предпринимательскую деятельность. Чем-то занимаются. Пока данной статистики нет у нас. При каких условиях бы они свою предпринимательскую деятельность завели на свою территорию? Ну, во-первых, группа предпринимательщей как раз собралась. Это как раз те, кто, во-первых, прошли фильтры предпринимательства, во-вторых, уже имеются некоторые инициативы. Понятно, что это не все люди. Во-вторых, пока такой статистики нет по предпринимателям на территории деревни куяков, но мы не знаем, кто из них реально живет, потому что они могут быть собственными квартирами, но не переезжать в куяки, потому что пока... Может быть, есть смысл объявить конкурс открытых предпринимательских проехов к куякам? Какие предпринимательские идеи есть? И уже из этого набора строят дальнейшее предположение. А сейчас за этим столом что мы можем? Какой предприниматель? А вот как раз первичный фильтр уже прошли. Уже есть идеи. Мы как раз позвали тех, кто уже имеет свои инициативы, большой жизненный опыт предпринимательских в том числе. Поэтому эти люди... А есть те, которые пытались начать осуществлять проект какой-то на территории куяков и столкнулись с проблемами нереализуемой? Что же мешает им развернуться в принимательских проект? Собственно говоря, мы хотим сейчас выяснить. Мы идем в логике тех инструментов, которые я не удачал с людьми. Все это... Может они не правы, может они с ними общаюсь, говорят, будет дорога и никаких проблем не будет. Потому что главная проблема это то, что это будет дорога. Вот будет дорога и все проблемы сами собой слинутся. Потому что, на мой взгляд, сейчас дефицит трудовых ресурсов в оборонке существует. Создавать искусственно новые рабочие места с непонятными перспективами мы вступаем в конкуренцию вообще с действующим дефицитом рабочих мест. Здесь не идет речь о создании какого-то комплекса, который работал бы на РПК, да? Нет, на РПК. Вообще любое рабочее место... Какое-то крупное предприятие. Понятно, что какое-то крупное предприятие на территории куяков негде создавать, в смысле, с территорией проблем. Речь идет о небольших объемах бизнеса, которые все-таки можно было бы попробовать организовать. с тем, чтобы хотя бы за ремонтом машины и за ее заправкой не ездить в Казани, да? И в линитарной аптеке, аптеками обеспечить территорию. Речь идет о небольшом бизнесе, не огромное производство, да? Которое там получат еще и... Да, это очень простые предложения есть. Высыпать с инициативами... Министерство строительства, может, еще кто-то. О создании определенных преференций. А преференции какие могут быть для бизнеса? Угодные налоговые ставки. Компетенция в республике. Допустим, установить по налогу по упрощенной системе налог по доходам 1%. Меньше невозможно. 1% для тех отраслей, которые как бы там приоритетны. Но именно с регистрацией в Куюках и по осуществлению деятельности в Куюках. Установить жгодную ставку по налогу на землю, по аренде на землю. То есть создать систему преференций, которые как пряня потянут туда. Сейчас же этого нету. Извините, я вас представлю. Сергей Владимирович Карпухин, заместитель председателя торговой промышленной палаты Республики Таштан по экономическим вопросам. И вопрос, а вы с вами вместе этот путь можно пройти? Ну, потому что мы проектировщики, жители, нам нужна помощь. Конечно, можно. Другой вопрос, что этот путь. Мы регулярно эти предложения высказывали и высказываем. Для определенных отраслей в республике создать в рамках кемической компетенции в республике преференций по налоговым ставкам. Здесь, может быть, как тип, есть же особая экономическая зона, там, Алабова, да? То есть, как бы, особая, там, малая экономическая зона, Куйки. Там, бум, мало предпринимательства, если уж так вот... Для населенного пункта можно сделать. То же самое сделано и в Иннополисе, и в IT-парке. То есть, там адресная ставка для предпринимательства, зарегистрированных в населенных пунктах, до 7 тысяч, кто-то тут, находящихся в верхнем условии в Главишском районе центра. Это система преференций. Согласны на 100%. Мы, собственно говоря, для этого здесь и собрали, да? Приглашаем Министерство.